Продолжение следует... ...найти значение индукции магнитного поля, при котором электроны, вылетающие с нулевой начальной скоростью из нити, будут достигать анода. Значит, чтобы рассмотреть движение электронов в лампе при наличии магнитного поля, воспользуемся цилиндрической системой координат. Значит, нарисуем в проекции на перпендикулярную плоскость. Сначала вот нарисуем катод радиуса РК, назовем его Р-катода. Затем в нем, как сиально, находится еще один цилиндр. Анод. У него радиус будет РА. Р-анода. Значит, делаем цилиндрическую систему координат в зависимости от радиуса и угла поворота. Значит, все электроны, которые исходят с лампы катода, они будут двигаться по параболической траектории, достигать обратно... То есть, двигаться по какой-то сложной траектории, достигать обратно анода. То есть, от катода к аноду будут двигаться. Вот, пусть по какой-то вот такой траектории параболической. Значит, пусть этот, в зависимости от радиуса, он будет поворачиваться на угол Фи. На угол Фи. Вот так вот его обозначим. Угол Фи. Значит, и в какой-то скорости будет направлен по касательной к траектории. Напишем, пусть это скорость В. Так. Значит, электрическое поле имеет только радиальную компоненту. И поэтому мы можем эту скорость разложить на две компоненты. На В, Р и В, Фи. Вот, вот так мы ее разложим, как по правилу паралограммы. Значит, действует электрон с силой, направленный по радиусу от катода к аноду. Магнитная сила, действующая на электрон, не имеет составляющей параллельно оси Z. Поэтому электрон, вылетевший из катода без начальной скорости, движется в плоскости перпендикулярной оси Z. Значит, будем теперь рассматривать движение его. Для этого нужно расписать момент импульса ЛЗ электрона относительно оси Z. Ось Z направлен перпендикулярно вот так вот. Значит, ЛЗ будет равняться М на Вфи и умноженное на Р. Где Вфи будет равняться Р, Дфи по ДТ. Значит, момент силы М, действующий на электрон относительно оси Z, определяется только составляющей магнитной силы перпендикулярной радиусу. Поэтому момент МЗ будет равняться Р, умноженное на Вфи, на силу, с которой действует. То есть это будет равняться Р, Е, заряд электрона, В, Р и В. Закон Кулона. Вернее, сила Лоренса, где В, Р можем определить как Д, Р по ДТ. Согласно уравнению для моментов, Д, Л по ДТ будет равняться моменту. Так, в проекции на ось Z мы можем найти как Д, М, В, Фи, Р, деленный на ДТ будет равняться Е, Р, В, Р, на Б. И будет равняться Е, Р, Д, Р по ДТ и на Б еще. Или перепишем как Д, М, В, Фи, Р, деленный на ДТ будет равняться 1, 2, Е, на Б, Д от Р квадрат по ДТ. Далее нужно проинтегрировать это выражение и мы получим, что, берем интеграл от обеих частей, мы получим, что М, В, Фи на Р будет равняться 1, 2, Е, В, Р квадрат и плюс какая-то константа интегрирования. Константу интегрирования мы можем найти из начальных условий. То, что R у нас равно R катода, то есть движение начинается от катода, движется электрон. И скорость ее по условиям задачи в Фи будет равен с нулю, потому что задача так и сказана в условиях задачи, то, что он вылетает с нулевой начальной скоростью. Тогда эта константа, мы ее найдем и получим, что она равна минус 1, 2, Е на Б и на Р катода в квадрате. Так, и отсюда мы должны найти Вфи, это будет равен с 1, 2, Е деленное на М, Б деленное на Р, Р квадрат минус Р катода в квадрате. Так, теперь нам нужно необходимо воспользоваться соотношением кинетической энергии электрона, вылетающего из катода. Значит, в начале он обладал, значит, работой его выхода, Е умноженный на У будет равняться М на Вфи квадрат плюс Вр квадрат, деленное на 2. Соотношение В, значит, у меня... нет, не нужно это. Так, значит, У это потенциал катода, точки в которой находится электрон. Он у нас также, она является заданной из условий задачи. Так, теперь нужно поставить в выражение для скорости Фи, то есть вот оно. Все значения, которые мы получили. Значит, получим тогда Е умноженное на У будет равняться М деленное на 2 на Вр квадрате плюс 1, 4 Е на М в квадрате. В квадрате на Р квадрате. Р квадрате минус Р катода в квадрате. Еще раз в квадрату сведем. Вот. Значит, при некотором значении индукции магнитного поля, которое называют критической, скорость электрона вблизи анода станет перпендикулярной радиусу. То есть в данном случае мы рассматриваем предельный случай, когда электрон коснется катода. То есть в этом случае его, значит, радиус будет равняться R анода, а Вр будет равняться в данном случае нулю. И будет действовать только составляющая касательная Вфи, зависящая от угла. Тогда мы получим, что Е у будет равняться М деленное на 8, Е деленное на М в квадрате, В, деленное на РА в квадрате, на Р квадрате минус РК в квадрате, еще раз в квадрате. Так, отсюда мы можем выразить значение В, индукции, которое нам нужно найти. То есть это будет корень квадратный из 8ЕУ, значит, М квадрат, РА квадрат, деленное на М, Е квадрат, Р квадрат минус РК катода в квадрате, и еще в квадрате. Значит, корень квадрата можно частично извлечь. Ну, для начала нужно посокращать. Сократим М, и получим, корень частично из квадратов извлечем, и получим, значит, значит, корень, значит, это будет РА, деленное на РА ноды, Р квадрат минус Р катода в квадрате, а здесь будет корень квадратный из 8ЕУ, еще можно Е посокращать, значит, это будет здесь тогда. М, деленное на Е, так, да, М деленное на Е, так, 8, 8МУ деленное на Е, да, все. Вот эта величина, М деленное на Е, она считается известной. И, в принципе, ответ соответствует истине. Вот, ну, еще нужно добавить, нужно, необходимо, вернее, подставить то, что у нас в задаче скажем, что РА нода, значит, из условий, так, значит, из нити накала радиуса А, так, и анода. Так, значит, А нод у нас радиуса В, а катод радиуса А. Мы все это подставим, и уже получим окончательный ответ, то, что В равняется В, малое деленное на Р квадрат минус Р катода в квадрате, то есть А квадрате, так, что-то я забыл тут, Р минус Р катода, так, Р анода, здесь Р анода. То есть это будет В квадрат, В квадрат минус А квадрат, корень из 8, У, М, деленное на Е. Это и есть окончательный ответ. Вообще, хотелось бы сказать, что магнетрон у нас используется в микроволновых печах, это основная его часть, ну, и, во-вторых, очень помогает на лабораторных работах для определения отношений массы электроны к его заряду. Отсюда ее также можно очень легко будет найти впоследствии. Вот. Спасибо за внимание.